Всех вас, все честные отцы, братья и сестры, поздравляем с престольным днём. Так случается, что мы сугубо почитаем тех или иных угодников Божиих. И часто угодники Божие сугубо прославляются благодаря нам грешным, которые имя их носят и которым вверены то ли от купели крещения, то ли от монашеского пострига. Я в сегодняшний день, братья и сестры, вспоминаю просто свой монашеский постриг, когда владыка Алипий, совершивший его, сказал такие слова. В житии твоего покровителя сказано, Арсений, бегай людей и спасёшься. А тебе, говорю наоборот, Арсений, беги к людям, там твоё спасение. Как уже Господь будет соделывать это спасение, это Его Божественное милосердие и любовь. А я исполняю благословение своего духовника. Людей всегда в святых горах было много. Даже в трудные и тревожные дни в стенах лавры собиралось множество людей. И в сегодняшний день, братья и сестры, я благодаря всех вас, я сугубо хочу поздравить Архимандрита Арсения. У нас в один день с батюшкой день ангела. Только меня постригали в честь преподобного Арсения Великого, а отца Арсения в честь преподобного Арсения Трудолюбивого Киево-Печерского. Но оно так и отпечатывается тоже, образ жития его подвижника. Да, в трудолюбии на Клиросе, батюшка, с самых первых дней становления, возобновления нашей святой обители. Мы видели и руины Успенского собора, мы видели и заросший кустарником Покровский храм. Нам передавали корпуса, предназначенные под снос. У нас не было благоустроенной какой-то территории с клумбами, и не звенели шеститонные колокола, и не было 17-метровых иконостасов. И не было таких хоров. Да, пели, в лучшем случае, втроем-четвером каждый день на Клиросе. И многие смотрят сейчас пессимистически как-то, братья и сестры. Но вот такое время, что что-то разрушилось, что-то уже благоустроенное. Его заново надо благоустраивать. У кого-то разрушены дома, разделены семьи, кто там, кто там. Ну, знаете, наверное, не легче время было, начало 90-х. Я вспоминаю, что здесь, в Святогорской школе, 8 месяцев не было уроков, потому что учителям зарплату не платили. Когда колхоз по-городичански развалился, там не то, что храма не было. Там по 20 гривен в месяц людям выдавали, 20 гривен бывшим колхозникам при развале того хозяйства. И здесь мы пришли не просто на развалины тогда молодые братья, но ведь Святогорский монастырь для многих даже был неизвестен, где он находится. Святогорский монастырь не имел уже того значения духовного центра, который он имеет сейчас. Тогда не было у нас сотен и тысяч духовных чад наших батюшек, которые сейчас во множестве молятся за Святогорскую лавру и за здесь живущих. Не было и благотворителей, потому что они не знали, что такой монастырь есть, и куда там благотворить, и что там делать даже. Не было братья и сестры, даже, казалось бы, начального, минимального какого-то финансового благополучия, чтобы можно было начать что-то строить. Ничего. Построили, собрали, сделали духовным центром, куда ехала не только вся Украина, но и зарубежья, из других церквей, из других континентов люди ехали в Святые Горы. А начиналось тоже с пустого места и с надежды, что Господь поможет. А ведь были такие слова, что, когда первые братья собрались, говорят, так, кучка придурки собралась. Недели две дурью помаяться и все разбежаться. Так про нас говорили. Мы разбежались, остались. И итог тем трудам, терпению и веры в промысел Божий стала наша Святогорская Лавра. И мы здесь, плоды духовных трудов и молитв братья, тоже все здесь собрались. Поэтому я на примере Лавры просто стараюсь сказать каждому из нас слово. Если нас никто не знал, и нас была горстка, и мы сумели все это возродить, и это стоило очень больших трудов и терпения, и помощи друг другу, как в братстве мы помогали, так и в сегодняшний момент у некоторых Немахат, разрушенные окрестные села, братья и сестры. Если мы Бога не оставим, мы даже не заметим, как Бог поможет все нам отстроить и восстановить. И это будет. А этими самыми моментами, в которых мы сейчас переживаем, Господь нам дал испытание. И я благодарю каждого из вас, что каждый здесь находящийся это испытание выдержал. А чем именно выдержал? Не только тем, что мы остались одной семьей. Мы не озлобились. У нас вокруг, вокруг нас разрушали, а мы ничего не разрушили. Мы как продолжали, так и продолжаем и созидать по мере сил, и надеяться на воссоздание. Не только обители, но сел, домов наших, школ наших. И все это с новой жизнью. Новой жизнью заживет и будет жить. Поэтому, братья и сестры, сегодняшний день, молясь угодникам нашим и покровителям, и преподобному Арсению Великому, и святому апостолу Иоанну Богослову, апостолу любви, и преподобному Арсению Трудолюбивому Киево-Печерскому, и нашим преподобным святогорцам, которые почивают мощами вместе с нами, молясь перед чудотворной иконой нашей Божьей Матери Святогорской, мы, братья и сестры, отогнать надо всякое уныние, надежду возложить на Бога и верить, что Господь все может сотворить так, как даже мы не предполагаем. А Бога благодарить надо даже за малое. Как знаете, я уже говорил пример, когда 90-летний итальянец заболел болезнью, токовидом, и его положили в реанимацию, пять дней боролись за его жизнь, он на кислороде был подключенный, и, наконец, его выписывают. Говорит, все ваше пребывание в больнице, это оплатили благотворительное общество. Но вот пять дней в реанимации, это где-то пять тысяч евро, мы просим, чтобы вы оплатили, когда вы под кислородом были. И он заплакал. Говорит, вы плачете потому, что большая сумма. Он говорит, нет. Я плачу за то, что я пять дней подышал у вас кислородом, и я пять тысяч должен заплатить евро. А ведь я 90 лет дышал кислородом, и Бог с меня денег не спрашивал. И я забывал Бога поблагодарить за то, что Он этот кислород мне давал 90 лет дышать этим кислородом. Поэтому и за малое надо благодарить. Или как один, еще один, знаете, человек спросил, вот сегодня тебе дадут миллион долларов. Ты обрадуешься? Ну, конечно же, говорит, обрадуясь. А ты будешь благодарен тому человеку, который тебе дал? Конечно, буду премного ему благодарен, и этот человек для меня такое великое благодеяние дал миллион долларов. Ну, хорошо. А 10 миллионов долларов – это лучше, чем миллион? Ну, несравненно лучше. Ну, вот представь, тебе завтра дадут 10 миллионов долларов. Это хорошо? Очень хорошо. Но при одном условии. Ты завтра утром не проснешься. И он задумался. Тогда я, говорит, не согласен. То есть ты отказываешься от 10 миллионов долларов ради того, чтобы проснуться просто завтра? Он говорит, да. То есть просто проснуться завтра утром – это дороже миллионов долларов. Ты согласен? Он говорит, согласен. Ну, тогда иди и не ропщи, и не говори, это не так, то плохо, это нехорошо, а каждое утро просыпайся и радуйся, как будто тебе 10 миллионов долларов подарили, что какая радость, что я проснулся, и я живу. Вот так и мы, братья и сестры, должны переживать все, что происходит. И вот в таком рассуждении мы, соответственно, братья и сестры, должны и находить воодушевление быть людьми, не культивировать себе ненависть, оторваться от бесполезного ропота, от какого-то пессимизма, который ноет, ноет, а что толку? И ничего не созидает. А так потихоньку, полегоньку, друг другу помогая, так, братья и сестры, так и проживем жизнь в радости, каждое утро в радости просыпаясь. Потому что мы друг другу нужны, это уже радость. И мы друг друга не оставим, мы одна семья. Одна семья с Божьей Матерью, с угодниками Божьими, с нашими преподобными, святогорцами, и какие мы не есть грешные, но мы друг другу нужны. И мы друг другу рады. Но если мы умеем радоваться друг другу, то также радуется об этом Бог, который сказал, «Се, что добро или что красно, но и же жите, братьи, вкупе». И почему узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою? Дай Боже нам, братья и сестры, эту любовь иметь не просто в стремлении, но и как благодатное дарование. От Бога. Аминь. Христос воскресе! Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Святогорской Лавры